Витаминов и минералов Содержащиеся в арбузе способствуют нормализации метаболизма. Фруктоза делает плод отличным вариантом для питания людей, страдающих диабетом. Известные свойства арбуза – очищение почек и печени, благодаря сильным мочегонным и желчегонным свойствам. В сезон арбузов, если поставить цель оздоровиться, то можно, не сильно напрягаясь, даже избавиться от песка и мелких камней в почках. Употребление арбуза понижает уровень холестерина в крови, укрепляет организм. По наличию солей железа арбуз уступает только листьям шпината и салата, а по присутствию фолиевой кислоты занимает первое место. Как известно, фолиевая кислота нужна нам для вырабатывания крови и участвует в различных биохимических реакциях организма. Поэтому при малокровии железодефицитной анемии рекомендуют кушать арбузы, а также полезно употреблять их при гипертонии, атеросклерозе, подагре, ревматизме, артрите, ожирении. Что касается мякоти арбуза, ее клетчатки, то она имеет свойство поглощать токсины, улучшает микрофлору кишечника, усиливает перистальтику. Наличие же в арбузе ликопина дает возможность ему бороться с раковыми клетками многих видов, а именно рака пищевода, простаты, желудка, печени, легких, молочной железы, шейки матки, поджелудочной железы, толстой кишки. Между коркой и ярко-красной сочной мякотью имеется белая прослойка разной толщины, от нескольких миллиметров до 4-5 сантиметров. Из таких корок варят варенье и готовят цукаты. Вред арбуза. Не следует бесконтрольно употреблять его диабетикам и людям, страдающим почечной недостаточностью. Арбуз содержит много сахара. Желаю вам всех благ! Применяйте знания на практике, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Применяйте лайки и подписывайтесь на канал.